Это беззаконие любое, а никто на него власти никакой не веет. Только Господь может это. А Господь все население всего. Ну если Богу угодно этот лагерь? Да. Это не лагерь. Лагеря нету. Это музей сейчас. Через него мы хотим показать, как можно работать без помощи государству, поднимать детей. У вас вот лагерь. А? У вас вот лагерь. Ну это не, это такое. Мне надо показать на весь мир. Вы даже не знаете, без призорников в стране 3 миллиона. 3 миллиона людей, которые покинутые, которые в подвалах сидят. А здесь в каждом особом городе образовали, как у нас лагеря, подняли бы сколько. Это новая жизнь была. Вот мне что нужно дать. Размножить это. Чтобы люди начали трудиться. Не бесплодными были, не просто я верующий все. А верующие есть. Надо деньги. А какие деньги тебе? Кто это? Где денег? Неоткуда. Я сам должен был. Волка ноги кормят. Я везде обращался. Смотрю, у нас насосы стоят, шланги, вода, баня, колодец. Кольца привезли. Я к губернатору обратился. Тут был Евдокимов Михаил Сергеевич. Мы считали, что он такой актер. Вроде бы никакой. Погиб. Машины стукнули. Он полетел и разбился на машине. А я к нему один раз обратился. Уже полдня прошло. И машины привезли, что я просил. Для меня он такое. Мы в Чечне вот поехали. Только не ездите. Там всем голову отрезают русские. А мы поехали. Нас как родные братья встречают. Понимаешь как? Я не опровергаю никого. У тебя один путь, у меня другой. И мы становимся около дороги и молимся. А мусульмане, когда молятся, никогда никого не тронут. А они боятся Бога своего. Вот так. Не просто так. А в Азербайджане были мы в Баку. В доме их священника. На священнике Мула называется. В доме ночевали. Там беседа была, мы все записали. А она мусульманка. Она вот так вот. Мой отец приехал. Мой учитель приехал. Да повела меня в храм. В храм. Вот как. Жена их руководителя. Такие умницы. Я с ними жила 26 лет. Ну вот, я знаю. И победила. Еду с работы. На закат солнца. Они обязательно переворачиваются и молятся. Он полный автобус людей. Его отец, я не первая, моя вторая была. И он раз перевернулся и давай по своему молиться. Пока он не закончился молиться, он не отвернулся. Они такие, я знаю их они. Мы дорогой ездили не одним километром. 120 тысяч километров проехали. И нам они везде встречались. И ни разу плохо против нас не сказали даже. Вот. Мы молимся, наконец подойдут. Это вы русские молитесь. Мы первый раз это видим. Потому что русский еще мат перемат, пьяный перевернулся. А мы стоим, руки поднимаем, умолимся и благодарим Бога. Они очень это ценят. А у вас уже уехали, да? Все уехали. Вот остались. Это в понедельник уезжает. А эти двое оставят. А во вторник все, никого уже нет. А эти вот четверо? Понедельник. Понедельник. А это понедельник, да? Понедельник. Мы все рядом. Послезавтра. Два дня остались. А не было, да. Тут вот в Виталии. Сергей еще. А, Виталий, как стоишь, Дима? Зимовать? Зимовать, да? Да, ну, как зимовать? Или как примут, да? Да, и как зимовать? Не работать надо, у меня долгов выше крыши. Работу найдешь, будь-то останется, да? Ну, я знаю. Ох, помоги нам Господь, милая сеть Господь, да? Мы молимся и верим. Господь сильнее всех. И Он сделает, как надо. В Библии написано. Моисею Богу, ты иди к паравону, чтобы народ вывезти. Ты идешь к Нему, а я ожесточу его против тебя. И вот и все. Не смягчу, чтобы тебя отпустило, а ожесточу. А ты иди. И тогда я его сокрушу, утоплю. У Бога свои планы. Вот Он воевал, воевал против... Да я, да, покажу, да... Да вы, знаете, пара вам, мне все подчиняется. Все на дне моря. Все кончилось. У Бога все вымерено. Как так все считаем, Аман воевал против Мардахея, всего еврейского народа. Бог раскрыл эту тайну, а его повесили. В один день все переменилось. Вчера был с вами, батюшка, а сегодня расстреляли всех. Вместе с княжами. Это жизнь. И Божьи планы нам неизвестны. Вот так подумаешь. Вот, допустим, в 17-м году была революция. В 17-м. А Алешке было уже 14 лет. Цесаревич. А он до 16-ти нажил бы и умер. Он бы гамапелия была. Сегодня все бы умерли. Они бы умерли, и знать никто не знал. А теперь святые молимся им. А не мученики. Видишь как? Мы молимся. Пантелеимону. Моли Бога о нас. А ему легко ли было, мальчишки? Как его терзали. Он же совсем молоденький был. Он на иконах состоит без бородок. Ему лет, может, 15 было. А Варвара, Екатерина вообще выскажет. А вот так же бы умерли, если жили не тронули. Это для славы Божьей. Люди молятся, чтобы только не было гонения. А Господь говорит, потерпите. Пока и ваши сотрудники будут убиты и дополнить число. То есть, мера еще кровь не до конца добрала. Выше, когда через край пойдет, Господь скажет, хватит. Это мы читаем. Шестая глава откровения апокалипсиса. Бог отвечает не так. Не сказал, что я сейчас спасу и никого не тронет антихрист. Нет. Доколе дополнится мера. А мера это только у Бога известно. Конечно, нам бы хотелось, чтобы миром помереть. Вон, возьми, Чичагов, Серапим. Ему 78 лет, митрополит. Уже дома был, больной. Пришли коммунисты, положили на носилки. Но 77 лет, кому он мешал? Митрополит, Санкт-Петербургский-то. Принесли на носилках и расстреляли. Он бы все равно умер через неделю. А теперь он мученик, канонизирован. У Бога все по-другому. Тимофей, я ему сейчас говорю, тебе не отказывают приехать на следующий год. Ташу, простись. Не докучали, мне легко с ними было. Послушали ребятишки. Малину берем там, где бываем. Тут и играют, бегают, купаются каждый день. Каждый день молимся. А дома-то неизвестно еще как. А вот тот мальчик, который все, Володя его перемашил. На моление не надо наставление делать. Да, это сказано. Ты сам себе, это, и его перерываешь, и у тебя перерываешь моление, и ему. После моления ты можешь ему сказать, его поучить. Но когда молится, не трогай. Вот так. Это в чтении сказано. А вот только его дергать, дергать его. Он уже от тебя ушел дальше. Ушел. И он уже сказал, уже это. А я не видел этого. Я дежурный был по деревне. Я приду, проеду, вернусь, помолюсь. И он уже стал, это, стоять нормально. А то он не мог. Это сам знаешь прекрасное. И дьявол-то, и он и в церкви. Он ему ноги, и ноги, и ноги. Вот он так вот. А что постепенно? Молиться надо. Ты видишь, говорит, человек вот это. А ты молись. Ну, надеживай моление. У нас была девочка одна, года два назад. И она открыла, что в церкви делается. Ей было открыто. Впереди стоит Серапима Гавриловна. Она наклоняется и подол. И она ей на подол наступает. Я говорю, а зачем ты это делала ей? Когда ты поклонялась, она на подол наступает. А он, говорит, мне сказал, делай. А кто он? Она взяла бумагу, нарисовала лукавого. С рогами, с копытами. Ну, подожди, я не понимаю. Ты шок, что же Серапиму, это, подол же, это. Да, она сзади, девочка, стояла. Вот такого роста примерно. Ну, и тебя остановили. А когда это дело было? Два года назад примерно. Два или три года назад-то. А когда вернулись, мы, я говорю, ты зачем это делала-то? Она говорит, а он, говорит, имелся мне. А я взяли, и тут же сидит ее бабушка. Я говорю, ну, нарисуй, кто он такой-то? А она нарисовала. А лицо какое? А лица, говорит, у него нет. А дьявол меня не любит. Я знаю. Он не слушается сильно. Как поучишь, он на тебя налетит. Да. Ну, а милость Божья. Да. Она прямо нарисовала и показала. Вот такое дело. Да. Два года. Станешь, сядешь, помолишь и все. Ломкать и зажгу. И, это, сяду на... У меня вены расширены. Не могу, это. Помолюсь. А потом уже садусь на койку. Ноги немножко повыше. Чёрпу руки и молюсь. Знаешь, какие они? Расширы лажут. А я как молюсь, ты был в страх передать, а сейчас нету страху. Сейчас нету страху. Ну надо же, ты какую историю рассказал, а? Я вам рассказывал, позвращая ночью, как мне это, во сне. Сплю и чувствую, под одеялом змея заползла. Какая змея? Я проснулся и думаю, змея у нас тут нету. Неужели с откола могла подползти-то? И уже проснулся, смотрю в окно, луна светит и чувствую, что она шевелится. Я потихоньку фонарик взял, который здесь, телефон, и вот так открыл одеяло. Гляжу, она между ног лежит свернула, черная змея, довольно длинная, у нас таких не бывает. Я ничего не сделал. Потом ближе достал, смотрю, а это крупный шнурок от ботинок. Откуда он попался, лежит. Вот как. И я бы не проснулся, чтобы она не шевелилась. А я там на молитву, а я устал, лег. И ангел по-разному, и надо вот так стучит ангел. А надо прям дыхание рядом, вставай. Я кому рассказываю, люди не говорят. Но я говорю, не скрывай, это Господь. Я скажу, прости меня, Господи. Упал как мертвый. А Володя наказал в 4,40, чтобы звонил всегда. У меня большая работа. Он всегда до этого Никита звонил. А сейчас Володя. А фонарь этот, телефон-то гудит, но он слабенький. Я натакался, у меня такой ящичек. Я не знаю, от чего он, выдвижной линия. И сверкло дно из этой, из фонары. Но я его, это, ложусь спать. Ящик тот маленький, такой размерный ящик. Я его на стол ставлю, а вот так у него бортик, и на бортик вот так ставлю телефон. Когда Володя сгодит, он раза в 4-5 громче. Так громко звенит, как будто бы это, трамвай. Он вписет эту фонарку, то я фонарь там дрибежит, и я просыпаюсь. Я боюсь проспать. Маленько проходит время, из Барнового всегда звонят. Я всем наказал, чтобы меня разбудили. Он всегда тебе и будет. А мне эти, как кисточка с вишней. Вот так вот, над глазами. Динь-динь-динь-динь-динь. Откроет глаза, и это видишь, и все. Вот так. Мы с ней говорим, мы друг друга понимаем. Я говорю, мы с вами говорим, понимаем друг друга. Да, я ей что-то, это все истина. А другой думает, что вот заливает старик. Нет, нет, нет. Это Божий Кромов все это. Просите, даст ли вам, ищите, найдете, и все хорошо. Слава Богу. Интересно, у меня знакомая одна была, Долгова Анна, молительница. И вот она всегда слушает, кто-то в окно постучит, встанет. А потом над ухом у меня, Аня, вставай, или Анна, вставай. Я слышу дыхание, я говорю, встану помолиться. И вот одна же приходит муж с работы позже, а в избе холодно так. Ну я вот встретила там, и пошла в комнату свою, легла. Легла, и когда услышала, он говорит, она вставай. Я, говорю, до того замерзла, подумала, потом встану и проспала. И больше никогда он не подошел. Все. А мне еще когда в Казахстане, как одна женщина сказала, 12 часов надо встать. Все жених грядет в полуносе. Да. Вот. И вот одна болячая, Евдокия, и мы с ней, она у меня, дети ее выгнули, она у меня была, по квартирам ходила. И она, я тревогу, я это все взяла. Так, в 12 часов мы стоим с ней, это и на распил, поем всей жених, грядет в полуносе. И когда она уже умерла, а у меня уже это все осталось, и я в 12 часов всегда так стану, на коленочке еще. Один раз заболела, не могу никак, это, температура и чего. Да что это, Игнар Тихонович, в окно, в 12 часов, в окно, стучат. Я глянула, они в белом, как ангелы, что ли. Вот, вот, ну, что ты говоришь. Ну, что, я кое-как встала, все, как вроде больная, а потом отрезвилась, как от пьянки. Все, ты и встала, ты ворола, вот это вот сама себя. Господь, вот это тоже я урок не забуду. Да. Вот, «Жития святых», Дмитрий Ростовский, 12 книг. Ну, люди-то не имеют, книг нету. Как дать-то, «Жития святых» за год, это 1173 биографии. Я постепенно доставал и на магнитофон насчитывал. У меня прибор сделан, такой микрофон передо мной. А комната маленькая, одно окно большое. А тут стены, выход, одно окно такое у меня. Надежда Васильевна что-то крутится тут на кухне. Все в одной комнате. Я насчитываю, как демоны, там, Киево-Печерской лагрии, там, напали на Варламу, там, где-то. Он что-то делает, а они ему возьмут, да, все перепортят. Бревна там наверху строят, они возьмут и вниз сбросят ему туда. А он молился. Я когда читаю об этом, там, Исааки Печерский, как они над ним насмеялись, он пришел, как благоухание, свет, он подумал ангел и поклонился. А там куриные ножки. И они его сразу, ха-ха-ха, Исааки наш, и давай его бросать, как футбол, по рукам. То братья утром пришли, благостали очень, никого нету. Открыли, он полумертвый лежит. Он в течение года не знал, как есть ложку держать. Я когда я дочитывал в это время, и вдруг вот так вот в раму, как кто-то постучит, я остановился, Надежда Васильевна говорит, ну не выходи только. Зима, я помолился, я говорю, нет, я выйду, может кто-то приехал. Вышел, а у нас тут сугроб, снег прошел, нигде следа даже нету близко. Как дьяволу не надо. А его искушение, как он победил. Вот так. Но я ни один не спал, ничего, аж рама затряслась, как ему не нравится это. Сатана не любит это. Где ему поражение? Памба никогда не улыбался, такой серьезный ученик Антония Великого. И вот однажды он сидит, так задумался, а демоны решили его искусить. Взяли одну пушинку, вот эти вот перышки, а то одну пушинку веревкой засыпили и тащили. Ой-ой-ой, не могу, помоги, а он улыбнулся. Олег, Памба засмеялся. Да нет, говорит, я не засмеялся, я над вашей, говорит, слабостью. Одну пушинку тащить не можете. Они провалились, говорит, сразу. А тогда дьявол подошел к нему, а ты знаешь, старик, как тебе тяжело. Говорю, знаю, так вот тебе еще целый 20 лет жить, а ему лет 80. 20 лет, ну, вот, а я на 100 лет настроился. Они, говорит, исчезли сразу. Надо знать, что ответить. Они прямо отвечали, они видели, какой он есть. А в Макаре, видит, идет дьявол там, марширует. Куда идешь? В храм. А зачем? У нас же литургия. Он говорит, нет ни одной литургии, где меня не было. Дьявол. Вот тебе и все. Батюшкина кадила ходит вокруг, это одно. Икона освещает. А дьявол ответил так. И ты всегда бываешь, говорит, всегда. А настоятеля, когда нету, ну, батюшки нету, а на месте его кабан дикий стоит. Никто не видит, только один человек видит. Люди причащаются в храме с причастием. За пивочку ему дают. А стоит Макарий Александрийский. Не великий, а Александрийский-то. И видит, как черные пиопы снуют по храму. Человек руки сложил, рот разевает, а не уголь в рот ему толкают. А причастие, говорит, ангельской рукой относится в алтарь. А то житья за 19 января, по старому стилю. А то в церкви никогда священники не рассказывают. Подряд ссорятся, все причащаются. Не постятся, ничего. Забежала, сумка на руке в базар. Церковь, да я попутно. Уже в очи наш пропели так. Рот разлинуло. А то священник рассказывает. Ни колонны, ничего не считает, еще не знает. Сумку с руки не сняла. А почему она тут сворует? А у меня сколько еще нет в храме было? Я молюсь, у меня только что обыск был, книги изъяли, у меня книж нету. Я стою в храме и молюсь, кто-то меня дергает. Я стою, вот так показываю. Не трожь. Молимся, не надо поворачиваться. Мне в руку сует. Ну, руку сует, я взял. Когда кончилось моление, я гляжу, книги, какие у меня украли, такие же книги мне принес человек. По сей день не знает никто. Связанных связку, во время моления подошел, руки сунул. Кто? По сей день не знает. Батюшка пришел, смотрит. Полки пустые были. А тут приходят полки опять полные. Да, ты не считал, что будут домашние вары и домашние враги. Да. А ну, в зоне еще у нас и вары, и все. У меня тоже сито украли и до сих пор не найду. Да. До сих пор не найду. Я в саннуке выбрал муку, все, а новую готовил. И там у меня сито было все. А потом у меня коробочка с иголками, и там пряжу у меня. А мне уже нужны иголки. И надо пряжу, надо вязать носочки. Что ты будешь? Как я плакала, я просила, Господи, да дай где, где моей жить. И уже месяца два и три прошло, потом все-таки в тумбочке, вот как кто мне руку туда потянул, коробочку нашла. Слава Богу. А сито до сих пор не нашли, нету. Вот домашние враги, домашние вары. Мы ехали дорогой вчера с Игорем Барабашом, да. Ну, а он постоянно звонит, он звонит, выходите, я подъезжаю. Он с молоком, с варагом едет-то. И тут раз, только что по телефону говорил, телефона нету. Он туда-сюда машину остановил, телефона нету. Да как же так? Нет телефона нигде. Он тогда мне говорит, набери меня и мне, позвони. Я тогда набрал звонок, чтобы он не на улице выронил его. И Игорь слушает туда-сюда, ну звонит и не поймет где. Руку сует, куда ложил, там еще нету. Все перебрал. Звонит. А он звонит, и непрерывно звонок-то идет. Так, потом туда посмотрел, а там какая-то щель, куда он ложил все. А там внизу открывается привернутая заслонка. А он затворку не взял, он ножом давай открывать, ножом открутил, и там телефон нашел. Как он провалился, говорит, понятия не имею. А если бы один был, он бы не нашел его. А он говорит, дай сигнал, где он? Он говорит, я здесь, я здесь, я здесь, его там трясет. Ну, что будем мышьем, а он попой порадуется. Мы-то не видим. А я за того, говорит, небрежно машет человек, да плеча руку не доносит. Ну, как попало. Демоны радуются этому. Рука-плещет. А мы не слышим, не видим. Да какая разница? Тебе нет разницы. Одному видению было, он молится, а руку вот сюда, вот сюда, куда-то, сует. А он сидит, говорит, ноги, смесил их, как хочет. Он говорит, ты руку-то донеси, сделай крест животворящий, ты как положено-то. Он сделал кубок, больше никогда не пришел. Его обожгло. Ты чаще поклонный делай, смиряй себя плоть-то, лишнее сбрось с тебя, растереби. Во, образец. Сколько тебе весу, не знаешь? Весу сколько весишь, килограмм? Не знаю. Грамм. Да, тут одни тряпки только, а что ты? И слава Богу. Месут. И слава Богу. Да. Я была 80 килограмм, когда я работала. Это что, это я не могла еще это. А потом, как это, мужик похоронила, ты как Богу привела, прибилась я, вот где он стряхнул с меня все. Поплыл с меня жир. А тело-то оторвит, а Бога-то найди. Вот так тело там отрывает. Сразу свету пятен стала понимать. Вот оно где, братвый свет. Тело так пышное, а душа твоя, как не кудришная. Мне так обличали. Сердце, внутренность обличала. Алтайский край занимает первое место по ожиревшим людям, много толстых. В Москве меньше, в других местах меньше. Алтайский край наш, она первое место у больше всего жизненных людей. Вчера он пошел в Павловский магазин, а машину-то оставил. А я в окно смотрю, идут женщины, ох и толстые. Ох и толстые. Сфотографировали, говорю, на их. Сзаду не подойдешь. И вот так вот отсюда, коленки еще тут такая складка и висит. И локоть вот так вот, так из-под локтя складка и висит. Сало. Батюшка рассказывала, как ей просили, а я говорю, а я Богу буду просить, чтобы червям не дать. Да. Чтобы косточка тоже так понесла, косточки. Щерби-то шмыгнутся на нас. А? Я говорю, щерби-то шмыгнутся, что будет им трапеза ресторана, а еще и нету. Да. Как мне порассказывают, там, говорит, косточки, шкурочки и косточки. Шкурочки и косточки. Вот так. Так что лишнее убирает. Она в дура и попадет, да. А мне говорят, а у вас в природе все такие сухие на нас. А другие говорят, у меня, говорит, кость широкая. Я говорю, ну, рот широкий, а не кость. Ага, вот так вот только и так и говорят, широкая. Кость широкая, это человек широкоплечий, сильный. А ты что с такой брюшиной-то идешь? Она не нужна никому. А Яна Златовуц говорит, как будто готовится город Касаде. Запасает, куда ты? Ты же, или тебя, говорит, жертву хотят принести, и шик жертвы. А я бы не обличал, что он, что он не видел. Иду я, зашла в храм, а по бокам коровы стоят, рогатые. А на них крепленые эти, накинутые. Пелеринки. Да, красивые стоят. Я иду, и это. Одна раз, с правой стороны, переходит на другую. А я иду, а я как раз полная была. И я как раз, она ушла, а я на ее место встала. Встала и до этого отрыл глаза. Вот как мне это, сразу я поняла, что это тело мое. Я уподобилась к корове. Мне вот Володя тут у Сенов живет. Его отец Александр Иванович, это герой веры. Его к расстрелу приговаривали. И он в храме стоит, а женщина, это как раз 19 января, там агиасма, самая святая вода. И женщина стоит и орет, и орет. А я, говорит, встал, молитв у них такой. А я стою и говорю, больно тебе, бес, выйди из нее. Выйди из нее, думаю. Ну вот, когда кончилась, тогда она повернулась ко мне, говорит, Александр Иванович, ты обо мне сейчас молился, а он тебя нисколько не боится. Ей дают пить там стакан святой воды. Не надо, не надо, как только албатра. Давай, только начало потасить. Не надо, не надо. Тут надо... А вот зачем, вот он все мотает, да? Не мотаешь? Мотает. А зачем? А это польза большая. Ну, у них же уже... Опыт, опыт, мы жития святых говорим, ты что? Это же ни один, ни два человека будут слушать. Ну, кому нужно, что я расскажу, что... Дома потом будем смотреть. Дома будем смотреть еще. Многие люди, которые ничего не знают, они слышат и говорят, какая баба Серапима умная, какие поучения этому парню-то даешь. Ты тогда беседовали-то. Отовсюду люди свидетельствуют. Ну, сейчас такая у нас беседа. Ой, ничего себе. Я как корову была. А потом корову выходит, я не говорю, я сушала. Это что-то нужно, кому? А тот говорит, ой, я боялся, я буду делать, как баба Серапима, лишнюю себя жертв сниму. Тебя подражают. Ты что, закапываешь таланта? А закапавший таланта куда, по рукам и ногам слезает, да выбросит. Углажается талант. Талант. Ну, ты говоришь, кто это знает? И вот Фома Маюмский был такой, учитель один. А тогда у него учеников было мало. Один ученик. И он говорит, сегодня у нас урок такой будет. О прорывной жизни. Пойдем на базар, я тебе там буду рассказывать. Ну, на базар-то идут, смотрят там возле дороги, в репьях, сидят двое, выпивают. И оба слепые. И он говорит, а как ты слепой сделался? Да родители, говорит. В армию не хотели, чтобы я ушел. И посоветовали, говорит, закапать глаза чем-то. Глаза-то закапали, мне выжили глаза. Родители выжили глаза. А ты? А я, говорит, вот так. А они-то стоят, слушают, тихо. Он говорит, я был не послушен родителям, говорит. И научился воровать. И однажды грижу хоронят княжескую дочь. А на ней, говорит, одежда богатая, там обувь. Я думаю, мертвому зачем? Я посмотрел, где похоронили. А хоронят в пещере и камнем заваливают. Не могили. Я, говорит, пришел, взял лобик. А камень отвалил. Луна была. Грижу, она лежит. Ну как, хоронили Христа в пещере-то. Я, говорит, с нее, снял. Что-то на голове было обувь. Потом стал снимать сорочку. И вдруг, вот она у меня за руку сподняла. Потом стала поднимать. И, говорит, я замер, не могу шевельнуться. Она, говорит, руку протянула, а сама не видит. Видно, что она не видит меня. По стенке шарит. Дошла до глаз, говорит, даванула глаза. Глаза, говорит, выдавила и глазами ударила в стенку. Я, говорит, кое-как выполз оттуда, говорю. И с тех пор вот такой я есть. А этот ученик-то говорит, ну а на базар пойдем? Он говорит, какой базар? Вы такой урок получили. Урок. Все, урок закончился. Иди думай теперь, чтобы глаза твои остались целые. Это урок. Даже случайно люди на нашей беседе, они сказали, какие повести богатые. Это православие. Какое оно богатое? На все ответ. У сектантов надо придумывать что-то. Ну не знаю, что. Писание не объяснит. А у православных сокровища. А может быть и не надо рассказывать, что тебе делают? Нет, апостол Павел говорит так, что Тавид говорит, царев надо охранить, а божественной возвещать. Это повеление. А ты если никому не рассказал, похоронил, все. Павел говорит, знаю человека, который был восхищен до третьего неба. Но не знаю, в теле или не в теле. Зачем он говорит? И трижды молился, и Господь мне ответил. Все это раскрывает. Ну я понимаю, что божественная, это как сены сели. Да. А вот эти вот сны, вот я полная была. Кому это нужно? А вот это и дело. Как победила грех? Как ты себя сбросила, это сало-то? А, вот это что я зашла. А, она рядом сидит. Вот она сзади. Посмотри на нее, на эту. Я левую тоже говорю. Ну вот и все. Щеки-то уже вот-вот повис тут ниже подбородка. Я придержу. Вон она, гляди как, гляди на нее. Глянь, что делают. Я придержу. Кому полезно? Тому, кто рядом, кто другой. А столько ожиревших. Ну что я хочу? Не дай. Тело просит, а ты не давай ей. А? А как ты хочешь похудеть-то? Она и не хочет даже этого. Не, она, да. Как Господь говорит? Что любишь, отложи. Не бери. Вот тогда пойдешь. Хлебушку тоже. Поменьше кушай. Все, затуманилось в глазах сразу. Тело, говорит, будет говорить, не могу. Поросящий завяжет. А ты скажешь, врешь, отманщица, можешь. Малая, ящик, малая. Ты и здрава будешь. Да, да, да. Да. Вот так. Поклончики делай. Больше поклончики. Вот тогда будет. И животик будет маленький. И вот. Вот отсюда главное убери. Подушки уменьши. Подушки будет меньше, да. Как среднюю. Слушай, залетелось. Скажи, зачем уже в вечернее время, в 92 года, вот с палочкой она сюда приволоклась. Зачем? Она у меня была. А-а-а. А я сказала, ты можешь, вот видишь, на меня обижаешься. Служба кончилась, я ушла. Ты там это делаешь, да? Да. Я прихожу, она пришла, а я как раз на моление. Я спаситель Акачиш. Я не сижу и ничего. Я где слышу, где не слышу. А я лучше, чем это прислушаться, я пришла домой и встал на молитву. А я Васе говорю, а ты скажи, я нам о вене. Да. И я, ну, и я... Ну, вот так, смотрите. Она была у меня, я не... За это я пришла, что она была у меня? Вот я и пришла. Вот она поедет, и с собой это повезет все. Послезавтра, во вторник. Это ей на память. Она с Украины не просто так пришла. Ты ей это, книги дай. Васе... Забирает, да? Да, забирает. Трех тонн. Которые мы брали, три книги, покупаем тебя. Вот. А я ей говорю, Вася приедет, если Вася не возьмет, я тебе их отдам. Да, да. А теперь Александр как увидел, нет, 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 я возьму, возьму. Да, не Вася. Она была на костре, Александра, и я там говорил, проповедь на костре. Вася говорит, ей очень понравилось. Я не знаю. Вот, Вася сказал. Как ты знать-то? Я не знал. Он сказал. А, ну, вода... У них этого нету там. А? У них этого нету. А вода камень долбит. Камень. А вода-то мягкая. Так что, все впереди. Вот сейчас сообщили. Надо ей книжечки, да. Послушай, батюшка сейчас позвонил с Барнаула. У нас была тут девушка одна, Наташа, она в лагере работала. И она вышла замуж за него, он болгарин. В Америку улетела. Ну, он когда был здесь, я вижу, это сказать надо было. Как я говорю, это вот, он старше ее там, лет на 20, наверное. И он говорит, да у меня родители жили, бабка до 100 лет. У меня, говорит, впереди большая жизнь. А сейчас батюшка позвонил, из Америки позвонили, он заболел щитиней раком. Его Валерия звать, просил помолиться. Она просила. Так что знает это. Он просит помолиться. Он батюшка? Не батюшка, в Америке, из-за которого она замуж, Наташа, вышла. А как замолиться, ты его не знаешь. А какие он дела делает, а? Да, вот кто-то я. А вот я вот и тебе и буду дарить. А сказать, Господи, как тебе угодно. А вот только я. Вот так и скажу. А я такая маленькая, что же говорю. Господи, говорю, просит молиться. Но моление, говорю, это угодно тебе? Вот это разумное моление. Не просто записку подай, и никто не нуждается. Скажет тебе, я помолюсь за него. А не угодно, говорю, за кого уж там молить. Господи, Господи, если угодно тебе, Валерий, дай здравие, обрати его. Не знаю, я не знаю, как за них молиться. Как она что делала? Не надо. Скажи, Марина, спрошу, зачем она пришлась из-сюда? Она ко мне пришла. Ну скажи, Полина, зачем она, вот же в позднее время, к вечеру солнышка, зачем она пришла? С костыльком кое-как. С какой серии? Не так, я не хочу, чтобы это, проняте ноги тоже. А вот такое наставление принесла. Искусственно это не сделаешь. Это опыт, огромный опыт жизни. Вы опыт жизни передаете. И она молодая слышит, зачем. А вот затем, ну поговорили и рассеялась, а это остается записанное. Да. Она у меня вот тут лежит. Ну а тут-то умерла, нет, тут она, тут. Ты кто знает это? Ты не знаешь, ты знаешь, что такое тысяча человек? Это много? Тысячу? Да, тысячу. Ну и что, если много? Да, 20 тысячу, еще одна. Так вот таких компаний, тысяча, тысяч, это миллион. Да. А у нас, посмотрим, да у меня, которое записано, 21 миллион посмотрели. Миллион. И люди говорят, вот где с вами беседовали, все положительные. Какая, говорит, мудрость, старость и какой чистый разум. Бабе Серафиме там поклон передайте. Мы, говорит, так многому научились, то, что ему говорила ты. Так что... А ну? А Виталий, вот тот. А алименты платит, который. Я на него переживаю. Вот на него надо, чтобы это... Да. Чтобы это... Ребенка забрать у него, да. Я ему сегодня выговорил. У него нет понятия, что время это дорого. Ему что-то надо сказали. Он бросил колоть, в развалочку идет, топорик тащит. А сказал Володя принести. Я говорю, зачем? Зачем ты этот путь туда-сюда проделал? Это в обед можно было сделать. Иди отсюда. Иди работай. Ну, посылать куда-то вот это ему надо. Что-то не нашел, поспокойно подался через всю деревню. Он может дойти хоть до Омска. Вообще, ты каждую минуту дорожи жизни своей. Послушание не хочу. На какое послушание-то? Он просто сказал ему, а он сразу употелся. Нет. Ходил в развалку легче, чем махать топором. Я попросил принести колун. Нам нужно было колоть. Все. Скажи, я работаю. Послушание тоже мне. Я его прогнал. Иди работай, говорю. Не шатайся здесь. Если правильно послушание, у вас высшее моление послушание. Да какое-то послушание. С топором идти по деревне, когда топор рядом лежит. Его послушание-то не надо. Если бы он слушался, по-божески так, у него по-другому все было. А он в каждом деле противоречит, умничает. Что и не скажешь? А потом видно, что глупость одна идет. А ты зачем так делаешь? Ты постоянно Иисусу молитву. Идешь и все. Кто же мне, кто же мне вел? Я как выхожу из церкви и дома там все делаю, мне в устах моления, в устах моления. Оно как-то вроде вошло уже. И я в храм иду, я и не замечаю вроде бы. Иду я, мне кто увидит, что я из палочки все под ручкой идут. Я не перерываю. Как я вышла из дома, Господи Иисусу не Божий, помил меня. Иисусу не Божий, помил меня. До самого храма, до самой дверей я иду. Потом слышу, кому-то он передает. А Бабе Серафима говорит, «Она только и молит, и молит». Оно уже самовырабатывается, когда вот тут. А то мог бы тебе язык закрепляться. А деревенеет, наверное. И ты вот бегаешь туда-сюда. А ты, вот сами, Иисусу молитву, проведи молитву. И Матерь Божия, Ангелу-Хранителю. И вот оно, ты сам почувствуешь. Какое облегчение. Да. Сам почувствует. Вот позавчар, люди говорят, знамения с неба Бог являет или нет. А я расскажу, какие знамения. Позавчара мне сказали, нужно немедленно начинать идти хлопотать там по этому делу-то. Я это услышал, думаю, завтра я с Игорем поеду. И сказал, и на велосипед только выехал оттуда. Она идет возле дороги. Никогда на дороге-то не встречается. Я тормозил, она у меня за руку. Я это посчитал за знамение. Я говорю, я уезжаю в город. Ты помолись тут. Да хорошо, и все. Вот мне знамение. Ее не было, и вдруг она на дороге, как будто ждешь меня. Я ей сразу передал. Я еду завтра, баба Серафима. Ты помолись. Да я помню, это о Максиме молиться, да. Я только выехал, она посреди дороги идет. Я прямо на нее наехал. Это провод Божий. Знамение. Это Божий провод. Это знамение, я уже рассказал об этом. Почему? Мне нужна помощь. И помощь не просто так брякала, что помнила на молитве. А она говорит как раз о молитве. А молитва, молитва, а главное от этой молитвы и есть. Это связь с Богом. Это ты уже не на земле, а как на небе. С Богом. Главное это вот что. О, Боже мой, милый, помилуйте нас, Господи. Да, помилуй. Молитва это разговор с Богом. И молитва была уже в раю. Это пища молитвы. Это для души. Вот. Это не я молилась, говорю. Это душа уже молится. Вот когда душа не спит. А что вы его живот все? Да я его посадить хотел. Посадить. Что, живот болит, да? Просто так. Тебе поиграть охота? Нет? На улицу не охота сходить? Охота. Идите, пробежитесь. Пусть я побегу. Маленьку там маленько поедешь. Это они уже нахер взрываем. Вот баба думает, смотрит на маленьких. Прыгает целый день. Как они не устают. А ребятишки смотрят на бабу. Все время сидит. Как она не устанет сидеть на одном месте? Я помню, у меня года 3-4, 5-й было. Баба брала на беседы. Я помню, у бабы прислонюсь к небке, и тут и усну. Потому что непонятно, о чем мне говорят. У нас дед был очень верующий, бабушка. Он собирал бабушек, и книга Златоуз была. Но она книга Златоуз. Но там разные были. Не только Златоуз. Иди за ними. Сон смотрел. Зацепили и искритали труд. Труда не будет. Иди сюда. История у тебя в зонте не будет. Труд и моление. Молитесь. Я бы сегодня выговаривал. Где все кланяются, а ты столбом стоишь. Ты полюби поклоны. Полюби. Да лестовочка. У тебя нет лестовки-то? У него нет этого. Нет лестовочки? Да. Он. Он. Замутно. Хотел я... Я его спрашиваю. Хотел взять... Стоят святые божьи, святые крепкие поклоны. А он стоит. Ты все делаешь. Весь храм. Три поклона. А он стоит. Поклоны полюби. Дьявол очень не любит поклоны. Очень. А он не любит поклоны. Запомни. Не перекатывайся с ноги на ногу. Так, валися. Один раз, знаете, как? Я вот так вот до ужина... У меня вот такой был порядок. До ужина я... Как ужинать уже последняя. Я прежде до ужинать, я поклоны земные положу. А потом же я кушаю. Один раз все получилось. Забыла. Там в стене было. И пошла пауку покушала. А у меня правила поклоны земные. Ну и что? И стала я делать эти. Как я делала? А потом сам дух меня обличил. А поклоны-то делала, говорит. На раскоряку, как лягушка. Во как! После ужина какие поклоны. Вот я просто забыла. А так я всегда делала. Вот это же кушать. Я встану и поклончики положу земные. И все. Потом уже кушаю. А потом уже так, поясные я положу. И все. А этот... Ты о поклонах слышал это? Нет? А зачем поклоны? А женщина, мать Иоанна Якова, кланялась ему. Христос говорит, мы знаем, к чему кланяемся. Кланяемся. У меня интересный случай был. Когда на обследовании было психиатрия, а там палаты открыты. Ну и уборщица. Я утром просыпаюсь, а у меня под подушкой там печенье, пряники. Уборщица приносят. Я говорю, вы зачем это делаете? Ого! Я заметила, вы делаете 40 земных поклонов. А мне мама говорила, кто делает земные поклоны, 40, того Бог слышит. А у меня больше тысячи еще таких поклонов. А там лежит один, говорит, а почему мне не даешь пряники? А что от тебя получу, кроме матеркова, говорит. Поклоны ее сделали моим другом. А я даже и не знал. Она просто видела, а я же никого не вижу, молюсь. А ты не кланяешься, она тебе есть. Здесь, когда девчонки были в колхозе, а была война, да. А это, когда война окончилась, отец пришел живой, все нормально. А у нас такой порядок, все и так, такой. Все, весь колхоз, все готовят, за стол все садятся, покушали. И этот фронтовик, который с фронта пришел, не рамен и ничего. Сидит и говорит. Вот это я слышала в детстве еще, он это говорил. Как, говорит, я, говорит, не пойму. На фронте был, пули летят, от меня пули отлетают. Рядом, говорит, раненые и все. А вот за всю войну, сколько была война, и он и ранен, и не ранен. А дочка сидит здесь и говорит, папа, да я за тебя, говорит, каждый день 300 поклон ложила. Ну так. Вот, пули отлетали от него. А дочка говорит, папа, вот тут я вот на этой, на кокодной этой беседе, я вот тут услышала. Вы думаете, это что пули отлетали? Папа, а я, говорит, лица постмонов, каждый день до тебя забрала. Да ты думаешь, как это пули отлетали? Как пули отлетит, когда тело-то мягкое? Да. А такие люди были. Вот когда север и юг Америки воевали, и там, говорит, у них был человек, он, говорит, прямо из окопа выскочит, вот так вот стоит, а из него-то стреляют где-то. Он, говорит, зайдет вот так рубаху, стряхнет, и пули все выпадают на борт. Пули все бьют в него, да, что они как будто бы бетон какой. Мы там все вот до того вот поражены были. Прямо, говорит, встали, говорит, и его ни одна пули не берет. Это, как, заговоренное. Это Бог, кто-то молится. Один мне рассказывал, как вот войну была, филля, финская война-то. Это же такая проигранная война была. Носик. Мы, говорит, лыжники все, идем там, ну сколько там, 250 человек. Ложиться спать, нашли поляну. А мне не спится никак, говорит. Я тогда решил подальше отойти, разговаривал. И там прилег. Прилег, ну а что, уснул сразу, а мы еще снег. Я утром-то проснулся, уже светло. Встал, никого нигде нету. Вот это дело. Ушли, и вот они разбудили, его не знали. А потом подхожу, где был-то, лежу, холм их небольшой. Я, говорит, снег тронул, человек лежит. А это фены ночью пришли, они вот так, говорит, челок у рот нажимают, а кинжал вот сюда вот, прям до сердца, вот сюда вот втыкают. Всех вырезали, он один остался. Всех. А отчего, говорит, то, что у меня дома мама, говорит, она постоянно молилась. Она меня вымолила. Я отошел от них, я бы тоже тут лежал. Я с ним разговаривал. Понял? Вот поклоны. Вот когда не хочется даже тебе, не хочется, перебори сам себя, возьми. А потом ты как пьянка отрезвейся, тебя, как чужаясь тебе такие, для того же хоть вывез. А сначала чужого делают. А вот борьба, он нападает. А ты знаешь, вот щена щитая. Пап, щена снимают. Ну, вот я буду привезли. Хотите? Вот она есть. Хотите? Ну, наши попробую, да? Наши. Ну, не важно. Во имя Троицу возьму. Во имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь. Вы хватит. Да, вот, имейте. А там, молюсь, сколько надо набрать будет за шаг? Ну, вашу сладость, я набрал. А наше не плохое. Показывай. Показывай. Так, все. Садитесь. Пускай эта беседа будет у Бога. А ты смотри, какие у нас надписи. Если мы можем Богу, пускай будет беседа у Христова Бога. А ты их глазами поведи туда. Видишь, какое изображение распятия? Вот в углу. Господь позвонил, не знаю, откуда появилась она. Синий Бог, помимо нас. А вот интересно, уже все, мы не увидимся больше, да? Нет, мы больше не приедем. Нет? Нет, мы не приедем больше. Мне не приехать больше, у нее ничего нет. У нее нет ничего, ни рубля. И когда поехала сюда, а я в интернете, написала на ней, и в это время из Испании, это за Германией, там дальше Испания, а одна, Ирна звать, она сразу выслала ей 22 тысячи. А доехала до Москвы, там нашелся человек, сразу за нее заплатил, сюда приехала. Чудо Божие просто. Когда она Богу стремится, а как вот, то всегда слышит. То мы, если даже исправить, как вот это. Это все, слава Богу. Поэтому она у меня что-то тут вот стоит. Вот я ей вот не беру, и ту Марину. Вот та Марина, да. А какое на искушение та несла Марина. Она не могла даже молиться, у нее язык прилип. Горта не прилип. А? Горта не прилип. Прилип, да. Все, она не могла долго вот, а потом вот это. Вот. Я бы тебе сейчас скажу, а ты обидишься. Да посол ты. Сожги, не надо. Написано пером, не вылезу без топором. Не надо ничего сжигать. Когда я читаю, у меня вот это тоже, у нас посолки. Это Бауханя идет. Что это? Я вот даю тебе. Я вот ее, у меня так, одна статейка там, там, это просто день. Я каждый день, я тоже ее читаю, эту, эту статейку. Там по этим, по копичинке читаю. А эту вот, вот я, это, как там ум она дает, Матерь Божия. Как она все это, все это, мне все это не надо. А потом уж она говорит, еле, еле я вошла в прием. А вот она хотела сюда, почему бы. Я бы, я даже вот ее взяла бы и даже ей все подписала бы. Моголи бы, Вагоди отошел бы, а это еще бы ей было. Вагоди бы даже второй этаж отстроил бы, он туда ушел. А мы бы здесь были. Она с одной рукой, но до того сильна. А я ее видела во сне, мне до этого, Марина, Марина, какая Марина? А вот она, Марина приехала. И она говорит, это, ты у меня тут, и она у меня тут. Вот надо уже еще написать, это. А, ну только она не разведена с мужем. Да. Ой, вот это, сударьки в руках. Млеет, да. Млеет. Оно не млеет, а тянут сударьки. Тянут. У меня сердечко очень слабенькое. Да. Она уже не вырабатывает, вот это, и начинает уже ноги пухнуть. Да. Приписали эти таблетки, а я боюсь их. Я почитала там. Там, возможно, будут сударьки. Да, они мне еще, а сударьки. Если я вот так подержала, мне уже сударьки. Мне нужно так, в середной удвижимости надо быть. Вот как золотой крови, что ли, наверное. Вот. И я вот в середине движение, тут не могу. Пойду в огород. Хочет. Я вот как пойду в огород, так найду себе болячку. Так найду болячку. Ну, слава Богу. Приду, я помажу туда, все. А ну все, через неделю все, опять ничего нету. И прям Божий промысл, слава Богу. А надо. Это Мария Егоровна, когда она здесь была, что мне ее, Господь, в отцах твоем. Однажды пришла я к ней, ее дома нету. Я так пошла в огороду. И нашла ее грядка. Она на брюхе лежит и в поле. К маме Егоровне. А как вы говорите по делам, нет? Маме. Скажи, о ком говоришь-то? Матушку. О твоей маме. Моей маме. Мария Егоровна. Мария Егоровна. Да. Она мне, знаешь, что говорила, когда мы сюда думали, она говорит, куда ты лезешь? Потеряевка старых не любит. Вот ее слова. Куда ты лезешь? Я говорю, Мария Егоровна, я не хочу эту потеряевку. Ну, Дима, это, не Дима, а Маринька, возьми да напиши. Володя, когда тот уже батюшка вышел, Ананюша знает, что он дом пустой, а Маринька пишет. Володя, отстраивай, говорит, покупай дом и отстраивай второй этаж. Мы приедем. Я так обрадовалась за Диму. Дима приедет, поэтому я влезу сюда, так бы я не влезу, потеряевку. Нет. Я в Корченой жива. Я и в Тименцево ездила, я в Мамонтово ездила, а там был Монах. Ну, тогда еще я была еще в силах, да. И этот Монах видит, что я все время, а дим просвер, у них не было просвера, как еду, так просвера везу. Тименцы еду, дим везу, тоже нету. И это. И вот он мне однажды говорит, переходи дочь ко мне сюда. А у них там кели женские, кели мужские. Я выбираю буйкелю, а стол будет один у нас с тобой. Копейки себя не буду брать, подел меня на второй этап, там все удобно, все хорошо. Ладно. И вот через день-два Тименцево присылает письмо одно и то же, тоже. У него больная просверня. Он тоже пишет. Мы сейчас отстраиваем просверню, а просверню тебе комнатку сделаем. Приезжай, пожалуйста. А у меня комната свободная. Сон тоже будет один. Копейки себя не буду брать. Ну, с какой просверня? Специальность какая-то. Я взяла, да, это письмо Володя отдала. Володя почитал и говорит, нет, мам, в Тименцево нет. Мамонтово иди, я езжу туда, говорит, мне там надо. И тебя попроведую. И вот, знаете, вот, я тогда взяла и стала просить Господа Бога. Помолилась и говорю, открой, Господи, куда мне, я говорю, это, пойти. Ага. А потеряйку тоже пекла. Вот принцер к вам пекла и потеряйку пекла. И что я вижу, шон. Иду я по прямой дороге. И шла, и шла. И вдруг перекрестка. И туда дорога, и сюда дорога. Это понимаете? Ну, да, в сказке выбери, куда прямо пойдешь, богатый будешь, налево пойдешь, голову сложишь. И я встала в тупик. То по прямой дороге, а сейчас влево и вправо. Вот и сказать, вот дело. Вот выбирай. Вот прям к вам пеку, и вот эти дорожки. Ну, я стояла, стояла, думаю, дай я у Мамонтова. И ногу поднимаю. Только, а вижу, потеряю, шон. Батюшкин дом вижу. И в Батюшкин дома небольшая, стоят кусочек людей. Ага. А когда я подняла ногу Мамонтова, они как на распех. Вот слушай, какой распех пели. Оно досек у меня в этот путь. И я слышу, потеряю, что запела. Идущий идет и ищет путь. А путь-то у нас, не обводи ты нас. Вот, вот когда попала сюда. Вот Богу угодно. Я не хочу. Ну, говорю, да будь твоя святая воля. Значит, Богу угодно. Да. Вот какой шон. И вот такой марафет, потеряю, копела. Идущий идет путь. А путь-то у нас, не обводи ты нас. Вот так, Петалик. Ты можешь, когда состаришься, вот такой будешь. Хотя ты не состаришься. Вот. Рассказать вот такой опыт. Начинай. Всегда надеемся на Бога. Надеемся, ничего сам не делай. Никакими мыслями ты, что мысли тебе кто-то, да? Скажем я. Не каждому мыслю верь. Возьми Евангель, да и проверь. Встань. Ну, только, как Господь говорит, до победы забудет вам. С какой ты верой берешь Евангель? Если ты берешь с верой, а Господь тебя откроет. Даже если Он открыл, тебя открывает, а твои мысли не сбываются. А старь, как Иван бы сказал, а свои мысли выброси. Вот ему это трудно. Он мудрствует. Когда мудрствует, так это, как попало. Ему что скажешь делать, ну понятно. Он начинает что-то по-своему. Иди, делай. Да не думать не надо, сказали. Иди, отнеси ведро. Это простое дело. Он начинает мудрствовать. Молитвы нету. Нет молитвы. Ты понимаешь? Молитву Богу не принято. А ты связь возьми. Вот это вот я же говорю, как вот на атерах, я могу донатологию Иисусу, и Боже помилуй, иначе. А как? А это пища. А я этим живу. Это пища. Вот в другом раз, вот если я отпущу тут Марину, и что-нибудь, он же тоже искушает. Ты думаешь, он меня искушает. Ты больше и больше к Богу, а он на тебя лезет. И до того уже ослабну. С огорода приду. Ну что, лезь в вас хотя бы оснуть. Думай, мысли уже, мысли, ляг, полежать. Подойду к постели. А мысли другие, что тут вот это надо сделать. Понимаешь? Вот этот же ангел перебарвает уже его. А ну вот это. Я тогда раз и забыл уже это, что на постель ложиться. По ослаху сделала. А ну, и усталость. А сама начинаю Иисусу молитву. Как слабейну. А у меня уже Иисуса молитва. Да куда оно? Где сила там? А в немощи только совершается сила Божия. Слушай, а вот это. А он не здоровок, Господь. А он в силе. А он со мной. Потому что я связь с Богом делаю. Ты слышишь? А Господь всегда тебе помогает. Связь с Богом. Люди не понимают это. Я говорю, ты делаешь о Богу угодно, а кто его знает. Но ты свидетельство сердцем, ты неужели не чувствуешь? Ты связь с Богом-то не имеешь. И поэтому у тебя все налево, направо. Дорожки-то нет прямой у тебя. Следы там вот так. А Господь говорит, я вам дал внутренность. Тут земля. Вот. Тебе нужно обрабатывать, эту землю. Надо ее полить с глазки, водичку взять. Вот когда будешь землю обрабатывать внутри, А Господь сказал, чувствуй свою внутренность. А внутри вот эта земля. Вот ее подпуши, полей ее, полей ее с глазки, чтобы слезки тебе пошли. Поли, вот эти, вот оно, где огородик-то. У нас огород живет и храм внутри. Он откроется, все. Ты когда откроешься, очень нас считает. Бываешь? Бери лену свою, убери, убери. Ты не хочешь, а ты сделай. Нет, надо, надо, надо. Не хочу пойти туда. Нет, пойду, пойду. Вот оно будет. Плоды будут в душе. Одеяние душа будет. Так, Марина, собирайся, до дому проводите. Мы тебя одну не отпустим, они до дома тебя проводят. Не надо мне. Проводят. А, ну она. Это послушание такое, послушание. А, ты ей говоришь, проводить? Да, проводить. Да, все, ну слава Богу. Давайте поблагодарим его. Давайте. Создавами Господи, помилуй меня. Бесчастарец и грешил Господи, прости меня грешного и помилуй. Благодарим Тебя за посещение с сестрой этого места. За наставление. Помоги нам все слышанное исполнить с благодарностью Тебе. Господи, устрои нашу жизнь по воле Твоей, Святой. Да бы Дух Святой говорил нам, а мы слушали и исполняли. Этого болящего Валерия, Господи, найди, обрати. И если угодно воле Твоей, Святой, пошли мы исцеление. И новопрестальному рову Анастасию упокой в обителях небесных. Тебя слава за все, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Все, Богом. Я ушел. А так, что я и не перевязываю. А? Я и Бога. Мне тоже надо ногу размять. А, ну, беру. Ну, надо. Спокойно вам все ночи. Спасибо, Господи, Матерь Твоей день. Берем, Брехай. Будет, будет, это. Не умил он, а и есть. Я покажу вам. Почти, святой. Почти, святой. Почти. Почти, святой. Почти. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok